Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья и радости, любви, мои дорогие! Тем более, что у нас сегодня весеннее снова настроение, я вся желтенькая, а позади меня, вон, как видите, желтые мимозы из нашего окошка видно, дорогие мои! Ну и сегодня я хотела бы с вами поговорить о кондоминиуме, потому что если вы слышите вот такой вот звук, это звук приятный, потому что у нас зайцы косят траву. Но не зайцы, конечно, а интересная такая бригада, которая занимается именно косят траву, спиливает деревья. И, наконец-то, наконец-то мы своим кондоминиумом решили все это дело сделать, а наш администратор, администратор Ричи, как они говорят, этим делом занялась и нашла эту бригаду, которая уже два дня пилит и косит траву. И сегодня я хотела бы с вами поговорить о том, за что мы платим, что такое кондоминиум и как и с чем его едят. Итак, поехали, дорогие мои, кондоминиум в Италии. Что, сколько и за что мы платим. Тарапапам! Ну, хотела еще просто вам показать поближе, какая у нас красавица мимоза. Конечно, даже и так она не очень красиво видна. На самом деле, пахучая и еще лучше, чем из окна. Ну, хотела сказать, что мимозы у нас распускаются не везде одинаково. Вот здесь вот еще один кустик распустился, второй еще нет. Ну, да ладно. Короче, дорогие мои, в каждом, в каждом, в каждом доме у нас есть свой кондоминиум, то есть свой ЖКХ. Вот такие вот дома, которые вот перед нами, это дома новые, они практически все соединены. И у них кондоминиум по всем, по всем, по всем домам вместе. У нас вот такие вот маленькие домики, такие же, как и наш дом. У нас в каждом таком доме есть свой кондоминиум, персональный ЖКХ. И вот я, как говорила, уже эти наши, как говорится, джартинеры, они там скосили траву. И вот такие деревья, которые там мешали тоже, кому они мешали, не знаю. Потому что для нас они, наоборот, хороши. Потому что никто сюда не перепрыгнет. Здесь у нас практически приватная зона. Ну, потихоньку-потихоньку налаживаем свой быт. В общем, скосили не только траву. Скосили они вот такие, как они говорят, цепи. То есть вот такой заборчик и так далее. Ну, и сейчас они это все вывозят. Почему мы решили это сделать? Потому что пробовали своими средствами. Иногда это, во-первых, они все выходят, как на субботник. А во-вторых, это не каждому доступно. И потом очень проблематично все это вывезти. Потому что, дорогие мои, вывезти не просто так. Это нужно нанимать машину и вывозить специально в отдельный, где весь мусор вывозят. И туда тоже нужно, как они говорят, аппунтаменты делать. В общем, не все так просто. Поэтому лучше заплатить. У нас получается по 140 евро на человека. Вот за эту работу они работают два дня, эти ребята. Но зато они все скосили, все спилили. И они же это дело почистили и увезли. То есть получается это у нас по 140 евро на человека. А на человека у нас получается, потому что у нас 7 квартир в нашем... Что еще мы платим, дорогие мои? То есть ЖКХ, как я говорила, у нас отдельно на наш дом. То есть у нас 7 квартир. У нас есть администратор, который занимается всеми бумажными делами. Организовывает вот такие вот работы, если они нужны. Ну, потому что дом у нас 65 лет. И поэтому, конечно, что-то где-то ломается, имеется в виду в подъезде. То есть в подъезде у нас есть свет. У нас есть вода, которой пользуемся все вместе. Поливаем что-нибудь или что-то там полы моем и так далее. В общем, за все про все у нас получается 99 евро и 90 копеек, как обычно. В общем, 100 евро за два месяца. Сюда входит администратор зарплаты его. Ну и свет, и вода. Отопления у нас в подъезде нет. Что еще, за что мы платим? Ну, вот как я говорила, отдельные такие работы. Вот, и вот сейчас у нас скосили, там по 140 евро мы сбросились и так далее. И заплатили. То есть не просто мы сбросились и заплатили. Также наш администратор выставляет счета. Каждому отдельно она высылает на e-mail. Мы их распечатываем и потом уже идем платить через банк. Как они говорят, бонифика и так далее. То есть не просто так. Каждый раз. Ну и еще вот бывает такой случай, что у нас еще, помимо всего прочего, ну, как я говорила, уже дом старый. Получилось, что стена немножко протекала, потому что за стеной где-то там труба немножечко тоже протекала. В общем, то же самое. Мы сначала делаем консилиум, так они говорят, ассамблею. Время от времени собираемся, решаем все вот эти вопросы. Ну, конечно, тоже это не все так просто. Потому что если у нас никто-то не хочет платить, это тоже проблематично. Платить должны все, поэтому 100% должны проголосовать за ту или иную работу. То есть вот, например, протекла там эта труба. Мы проголосовали. То же самое через администратора. Вызвали там бригаду какую-то, уже другую строительную. Они эту стену расковыряли. Эту трубу с замура сделали, чтобы она больше не протекала. Потом эту стену на место поставили. И потом также покрасили, как и было. Потому что такая же краска тоже должна быть, как раньше и была. Ну, и за это дело мы тоже где-то получалось у нас по 100 евро на человека. То есть это получилось 700 евро в тотале, как они говорят, полностью. В общем, каждая работа, каждую работу мы сначала голосуем. Хотим мы это сделать. Или какая-то у кого-то есть бригада, которая менее, такая, более дешевая. И так далее. Но в основном, в основном, конечно, через администратора. Потому что у нее есть связи. Есть электрик, который приходит на наш кондоминиум. Слышите, птички ходят. Есть электрик, есть гидравлик. И есть вот такие бригады, которые она с ними связана. Также есть архитектор и так далее и тому подобное. Сейчас у нас стоит задача. Задача выполнить большие работы. Потому что правительство еще, есть программа 110, которая благодаря этой программе, правительство покрывает где-то 80-70% работ, которые утепляют все дома. То есть у нас получается крыша и фасады. Будем надеяться, что вот эта программа, мы тоже в нее войдем. Потому что деньги мы собрали. У нас получилось где-то около 5000 на человека. И плюс еще дотация от государства. Я думаю, что мы с этим справимся. Но, конечно, благодаря нашей администра Тричи. Зовут ее Сара. Она очень интересная. Молодая девушка. Где-то ей 35 лет. В общем, энергичная. Энергичная. И главное, что все она успевает. Ну, время от времени, конечно, ассамблеи мы проводим. Ассамблеи мы проводим по решению абсолютно всех вопросов, которые накапливаются. У нас есть свой сайт, своя группа, так сказать, в которой мы какие-то вопросы тоже делаем. Ну, и, конечно, 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 подъезд. Подъезд, как я уже говорила в предыдущем видео, я ссылочку оставлю в описании, как я его мою. Здесь мой. Собственно, мы его моем сами. Расписание вывешиваю я, у кого, когда. Получается, один раз в 40 дней каждый из нас раз в неделю моет подъезд. То есть, один раз в неделю моем. И получается, где-то один раз в 40 дней кто-то моет подъезд, каждая одна из нас квартира. Ну, в общем, получается, это не так уж и проблематично. То есть, я когда мою, в общем, каждый по совести. Я тут насажал цветочек каких-нибудь, потому что не было. Ну, и алоэ мы рассадили, но это тоже хорошо. Убрала всю крапиву. И когда рассадила алоэ, я теперь ей пользуюсь, сделаю шампунь. Если кому интересно, тоже оставлю ссылочку на видео в описании. Ну, в общем, дорогие мои, получается, что за все надо платить. Если у кого-то частный дом, то есть, ой, говорят, что не нужно платить за кондоминиум, но еще там получается хлеще, потому что то же самое нужно платить. Но уже никакого администратора у вас там нет. И нужно платить самому. И также искать бригады, также нужно искать рабочих, которые сделают эту работу. И то же самое. Получается, у нас 50 евро в месяц мы платим самому администратору. Помимо всех работ, которые мы делаем, но не мы сами, а бригады делают, а потом мы распределяем уже на нас на 7 квартир, дорогие мои. Ну, в общем, вот так вот в Италии. То есть каждый дом практически, палаццо, как они говорят, если многоквартирный дом, то именно жилищно-коммунальная служба, это вот у нас своя собственная жилищно-коммунальное хозяйство, это у нас персональный администратор, которому мы платим зарплату у нас лично. В нашем доме 50 евро в месяц получается, но за 2 месяца она выставляет счет. И помимо этого электрика там, вода, это все по счетчику и тому подобное. Хочется скосить траву по 140 евро сбросились, но это опять же, она будет выставлять счета, и будем через банк это дело оплачивать. Они просто так сбросились, с подаянием прошлись, и ничего страшного. В общем, все-все-все по бумажкам, все по квитанциям, все как положено. Ну, в общем, вот такие вот у нас оплаты. Месяц на месяц не приходится. Бывает, что густо, бывает, что и не очень. Но все равно платить надо, потому что жизнь продолжается. Весна, мимоза. Люблю вас всех, мои дорогие. Счастья вам, здоровья, радости, любви. Счастья вам, здоровья.